вот очередная трудность пожалуйста но одной рукой носки то я отдела шнурки как зашнуровать в общем можно было бы повозиться но решила не тратить зря время нашла лодочки и решила пойти так потом дальше попсиховала чуть-чуть пытаясь найти хоть какую-то одежду куда бы моя вот эта конструкция на руке могла бы продеться но проблема в том что манжет это узкие и она не не влазит в общем нашла вот такой легкий дождевичок все иду вот так вот гуляю жизнь продолжается ну в общем вот эту штуку то я уже снимаю но все равно целый день находиться так чтобы без нее пока еще не могу посмотрим что будет завтра показываю свой аутфит вот этот даже дождевичок я его очень люблю легкая курточка она сзади удлиненная на насколько видно я ее обожаю брать с собой на хайкинг но потому что она практически ничего не весит и место не занимает всегда можно ее одеть она защищает от порыва ветра из капюшончиком нашу с собой маленькую сумочку сейчас в ней только ключи и очки от солнца но по сути вот камера все так ну что пройдемся на пруд проведаем семейку гусей и расскажу еще о своих страхах и опасениях так но я вернулась домой рука моя отдыхает знаете нисколько той прогулки было я то не устала но вот ручка как-то вот нуждается в покое в общем-то расскажу о своих опасениях потому что от сайт очень такой ветер сильный и звук забивает вот конечно же меня сейчас волнует вопрос насколько все восстановится будет ли кисть крутится ну так как это вот здоровая рука может делать как это будет выглядеть когда снимут повязку и швы там же разрез я конечно доктора спрашивала и до операции в общем насколько это большой разрез там насколько ужасно все будут выглядеть он сказал ну я сделаю s nice as possible ну типа наилучшим образом но опять же в общем разные вот такие три волнения меня мучают не по не повредилась ли там что-то будет ли она выпрямляться потому что сейчас она видите пальчики работают но пока вот я еще не выпрямила но то ли из-за повязки то ли из-за того что пока она не восстановилась ручка да вот это на пальце это у меня не татуировка до сих пор вот видите что на плече что на пальце не могу отмыть вот эти чернила и маркировку которую мне доктор поставил перед операцией в общем и смех и грех вот как то так в общем буду держать вас в курсе как проходит дальше процесс восстановления и все ли так сладко закончится как обещал доктор обещал он что я очень от наркоза отойду быстро безболезненно рука будет восстанавливаться не по дням а по часам и все будет отличное буду счастлива и ни на секунду не пожалею о том что сделала операцию а не выбрала гипс в общем посмотрим надеюсь все так и будет пока то что я вижу хочу сказать вот на данный момент да действительно процесс восстановления идет идет реально не по дням а по часам я себя чувствую вот ну практически с каждым часом все лучше и сильнее но поживем увидим дай бог чтобы все так и случилось как обещает американский доктор ну а деньги найдем заплатим заработаем в конце концов здоровье это дороже правильно ну все мои дорогие на этом всем пока пока до следующих видео репортажи и конечно же не забывайте подписаться на канал нажать на колокольчик и поддержать мое видео лайком и от ко мне инуська в гости заехала проведать как я хао м дуэн дверь открыта заходите ну что ребят всем привет поближе из солнечного штата колорадо собираюсь я на и поинт мант врачу в общем голова кругом нужно все успеть уже вот видите даже прическу сама сделала рука все лучше и лучше вот пальцы уже даже вот так прямо я могу их нормально выпрямлять но посмотрим конечно мне страшно когда будут снимать гипс как это все выглядит то я же девушка да это только мужчин шрамы красят а вот девушек не очень в общем я собираюсь нужно еще даже погладить одежду еще куча других планов все утро занималась подписанием диспьют форм то есть это оспаривание транзакций связанных с моей кредитной картой я выкладывала несколько дней назад видео о том что мне на кредитку через мою кредитную карту прошли какие-то транзакции которые я не делала и вот мне банк эти деньги сначала вернул на счет но на этом же история не закончилась то есть я расслабилась они мне прислали в итоге по почте форму которая называется диспьют форм там были перечислены эти транзакции мне надо было ее подписать отсканировать и отослать им назад но это же было все во времена коронавируса у нас все закрыто где это сканировать я честно говоря потом забыла и в итоге там пару недель назад открываю проверить свой аккаунт и па-ба-ба-ба все эти транзакции почти 300 долларов снова упали на мой аккаунт ну звоню в банк в принципе я и так понимала что они мне скажут они в общем не получили эту форму поэтому деньги швырнули опять меня на счет ой ну в общем такие знаете жизненные вопросы которые хочешь не хочешь решать надо но самое интересное в двух словах это же моя только первая кредитная карта поэтому здесь я пока еще не я там суперспециалист но моя американская подруга которая из россии здесь живет много много лет она говорит века ну других банках говорит где у меня карты не никаких таких комплекей шанс нет говорит ничего не надо заполнять никуда отсылать говорит там они тебе звонят или ты им звонишь горишь это не мое все там в общем решила эту проблему там с горем пополам нашла этот сканер отсканировала отправила жду надеюсь в общем все прошло как надо вот а вообще в двух словах у меня день сегодня будет беговой после аппоинтмента картопеду у меня еще ведь аппоинтмент к стоматологу наконец-то мне должны будут поставить постоянную коронку сейчас у меня стоит temporary crown вот но ничего надеюсь сегодня порешаю все свои проблемы вот и останется еще один вопрос когда же мне выходить на работу смотрите брачные игры черный это самец и рядом самка такая невзрачная рядом с ним так пел пел счет ей не понравилось улетела она даже не знаю бадди вот с в ронг узел так ну все вот я и на месте больница совсем рядом показываю свой аутфит правда абсолютно не вижу что я показываю в общем еле дошла ребят и вот кажется солнце зачем было идти по жире я думала даже сесть поехать на автобусе но ветерок то прохладненький настолько прохладненький что даже в теньке на лавочке я бы вот не присела отдохнуть поэтому думаю ну что же грех не пройтись и так дома постоянно больше час дня провожу нужно же и двигаться правильно а вообще у меня очень странно и с утра было самочувствие я выпила кофе и не пойму то ли давление упало то ли еще что у меня какое-то такое вот знаете немного небольшое головокружение в общем нужно наверное перестать пить кофе в последующие дни вот и поменьше сладкого есть на всякий случай так ну все пара минут вдох выдох и пошла я в лобби послушаем что мне скажут по поводу руки то так ну на четвертый день ребят пять вечера готовлю себе наконец-то ужин и как я это называю будет real food потому что бутерброды равиоли и запаривающаяся овсянка там арахисовое масло яблоки это конечно все классно но вот мне уже реально хочется супа или нормальной еды поэтому вот сейчас у меня будет жасминовый рис вот эта рыбка я уже как-то показывала как я это жарю и морковь кстати вот о чем я просила мужа перед отъездом почистить мне морковь и ее порезать вот что он собственно и сделал мы все бросили в морозилку и пожалуйста я только сейчас на сковородку это все выложу потом сверху рыбку специи ну а рис не сложно да в кастрюлю насыпать и будет у меня нормальная еда чесночок кстати и тот есть в баночке уже порезанный даже его не придется чистить и резать у кого возник вопрос а как это почищенный уже чеснок да еще и порезанный вот показываю вообще не проблема в америке ничего купить видите органик гарлик такой баночки видите уже мелкими кусочками нарезан в собственном соку то есть мне сейчас просто нужно баночку открыть и все положу ее уже в самом конце так рыбка практически готова у меня уже просто нет терпения слюнки текут настолько я голодная слушайте я лежу под пледиком вот реально греюсь самое интересное что даже вон камин включила у нас дождь пошел я уже ехала от донтиста было так холодно слава богу автобус подъехал за 3 минуты то есть я в закрытой остановке постояла только 3 минуты ну в общем замерзла капитально вот получается какая нестабильная погода была жара сначала невыносимая на прошлой неделе последние 2 дня похолодало а сегодня вообще дождь и холодина и судя по всему завтра будет то же самое ой кошмар в общем кто не в курсе в прошлом году в конце прошлого года мне заменили коронку на зубе и как говорится что то пошло не так поэтому они мне ее переделывают и я бы уже все давно закончила ой сейчас телефон чуть-чуть если бы не коронавирус из-за которого закрылись все офисы и естественно дентистофис тоже поэтому вот только только у нас возвращается в мои месяцы все к жизни вот поэтому они снова принимают пациента в общем ладно с зубами закончили я надеюсь пока на этом все какие-то глобальные изменения теперь что касается моего похода к врачу собственно самого врача я так и не увидела мне назначили и поинт на следующей неделе в общем придется подождать скобы не сняли хотя я была уверена что именно это произойдет но зато вот смотрите вот так вот у меня теперь рука выглядит в общем сняли старую шину срезали бинт руку мне вот в такой новый чулочек поместили и вот такая вот у меня отстежная шина по сути жесткая она только с этой стороны вверху видите она мягкая просто можно регулировать насколько туго ее на руку одевать значит в шине я должна вот в этой вот ходить практически все время но есть хорошие новости я ее могу снимать когда хожу в душ и в принципе она сейчас ну для моей protection да для защиты чтобы я там не забыла резко не дернула рукой там или не попыталась знаете в запале что-то схватить тяжелое вот собственно для этого ну конечно чувствую себя намного лучше вот так вот сказали мне разрабатывать потихоньку руку ее туда-сюда короче поворачивать вот и на следующей неделе они сделают осмотр и поймут нужна ли мне какая-то именно терапия ну вот чтобы я ходила к ним конкретно два раза в неделю ну им бы это так хотелось вот но я надеюсь что я восстановлюсь намного быстрее и там один максимум два раза схожу и на этом все ну как вы понимаете в Америке там за все платить надо поэтому постараюсь обойтись как бы наименьшим количеством визитов самый интересный вопрос я так и не поняла когда мне выходить на работу у меня получается такой замкнутый круг но мой работодатель ждет от врача какой-либо официальный документ ну справку да в котором будет написано что со мной и видение врача насколько мне можно работать или нет или если можно то какие виды работ я могу выполнять врача я сегодня не словила как не пыталась в общем обещали мне что оставят сообщение он мне перезвонит пока тишина получается я без справки не могу выйти на работу но и справку получить я не могу поймать врача ну в общем не знаю как-то очень странно и как по мне все сильно не организовано но может быть это только в моей голове знаете вот я должна на этой неделе идти работать хотя врач наверное считает что это такой вопрос знаете вот типа придет девочка на следующей неделе тогда поговорим с ней и напишем справку в общем не знаю кто о чем думает но вопрос в том что визит у меня на следующей неделе к нему справки нет что говорить на работе я вообще не знаю но в любом случае придется им позвонить поставить в известность ненавижу неопределенность вот честно вам скажу был большой зазор у меня перед appointment к стоматологу поэтому знаете делать было нечего зашла в магазин вообще ничего не собиралась покупать ну вот 10.50 потратила купила себе 5 церковь я их уже как-то показывала но они здесь называются грек йогурт бар ну как по мне шоколадные молочные сырки в шоколаде сейчас они по доллару вообще доллар пятьдесят поэтому 5 на 5 долларов я взяла захотелось очень вот этот весь стоит доллар пятьдесят всего лишь четыре банана схватила ну чтобы коктейли делать вот один доллар четыре банана мне обошлись и ну понимаете вот не могу мимо печенья пройти вот такое 2.50 сейчас печенье покрытое толстым слоем черного шоколада очень вкусное кстати я его частенько беру ну и это я покупала не в этот раз просто обращаю ваше внимание ребят chili and cherries chocolate попробуйте кто любит ну что-то эдакое необычное достаточно хорошего качества черный шоколад и он еще вот такой с перцем очень вкусно да и кусочки вишни есть внутри так ну и в довершение видео подытожу когда сняли мне вот эту шину у меня конечно был знаете такой момент че как это выглядит ну пока оно там еще залеплено лейкопластырем ну конечно разрез есть насколько он аккуратный в общем я не дерзнула снять лейкопластырь это мне еще предстоит узнать насколько он ужасно выглядит вечером когда я пойду в душ вот но в любом случае здесь поменять я ничего не могу как вы понимаете в общем посмотрели на мою руку сказали что все выглядит просто супер но в принципе я вам это тоже подтверждаю то есть рука не опухшая у нее нормальная форма разве что она не двигается вот на сто процентов и пока не имеет вот такой силы как то так в общем пока по моему мнению процесс восстановления идет семимильными шагами вот честно вам клянусь какой это по сути четвертый день на исходе да правильно я считаю а у меня уже вот шина на руке ну я имею ввиду после операции четвертый день у меня шина на руке пальцы двигаются смотрите выпрямляются ручка поднимается боли нет я ее уже опускаю в слинги не ношу ничего не опухает особо не болит ну в общем я считаю это чудо дай бог чтобы дальше выздоровление шло такими же семимильными шагами ну все на этом пожалуй все пока пока до следующих видео да и не забывайте нажать на колокольчик и поддержать меня лайком если у вас есть желание меня поддержать ну все пока пока ребят но увей это же уже не дождь а снег так надо мне информацию обработать вообще-то июнь месяц на дворе я не верю собственным глазам ребят июнь месяц и сильное похолодание а также дождь теперь сменились просто снегом ничего себе но завтра обещают чуть ли не ноль градусов вы можете в это поверить подсёк давайте обязательно что-то подсёк так втора